Всем привет! Сегодня готовим шоколадный бисквит на сметане. Очень вкусный бисквит для любого шоколадного торта. Для этого смешаем 180 грамм жирной сметаны с 1 чайной ложкой соды и отставим в сторонку. В другой емкости смешаем 250 грамм муки, 50 грамм темного несладкого какао и 1,5 ложечки разрыхлителя. Это 7 грамм. Все хорошо перемешаем до однородного состояния и теперь замешаем тесто. В миску выбиваем 3 яйца, к яйцам добавляем 220 грамм сахара и 1,2 чайной ложечки соли. Все взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна хорошо побелеть и увеличиться в 2-3 раза. У меня обычно на это уходит 5-6 минут. Друзья, а пока я взбиваю, не забудьте подписаться на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Добавляем сюда 100 миллилитров растительного масла без запаха и перемешиваем миксером. Сильно взбивать не нужно, просто немного перемешать. Сюда же добавляем подготовленную сметану с содой. Реакция сметаны и соды уже произошла. И добавляем по вкусу экстракт ванили. И еще раз перемешиваем миксером. И сюда же начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты. Муку, какао и разрыхлитель. Кстати, если вы пользуетесь только содой, то для приготовления этого бисквита понадобится 1,5 чайной ложечки. Муку нужно обязательно просеять, чтобы не получилось никаких комочков. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы никуда ничего не разлетелось. И затем включаем миксер и продолжаем перемешивать на низкой скорости. Муку просеиваем частями, не всю сразу. Одновременно начинаем подливать 100 миллилитров молока. Молоко должно быть комнатной температуры. Перемешиваем все еще раз до полной однородности. Консистенция теста должна получиться, как густая сметана. Не слишком жидкая. Обратите внимание. Подготавливаем форму. Размер моей формы 20 сантиметров диаметром. Застилаем ее пергаментной бумагой и смазываем кусочком сливочного масла. И переливаем тесто. Духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов. Разравниваем тесто немного по поверхности. И отправляем запекаться примерно на 40-45 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовому бисквиту даем полностью остыть и только потом достаем его из формы. Убираем пергаментную бумагу и обрезаем образовавшуюся шапочку. Затем заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник отлежаться. На несколько часов, а лучше на ночь. Это нужно, чтобы влага распределилась равномерно по всему бисквиту и нам затем легче было с ним работать. А именно разрезать его на нужное количество нам коржей. Я это делаю с помощью ножа и нитки. Отмечаю линию отреза, продеваю нитку и разрезаю вот таким образом коржи. Все получается очень ровненько и аккуратно. Выпечка на сметане всегда получается очень пышной и вкусной. Если кому-то интересно, то ссылку рецепта торта с приготовлением этого бисквита я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, лайкайте, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.